МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Де-Факто событий и происшествия Гомельского региона о материалах наших корреспондентов. Нелегальный товар из Украины. Сотрудники Гомельской таможни выявили партию контрафактного янтаря. Кто на встречную, кто в кювет. Из-за сложных погодных условий в Гомеле и области произошел рост ДТП. Не побоялся посмотреть смерти в лицо. В Добруши наградили мужчину, который на пожаре спас троих детей и пенсионерку. И с газом нужно обращаться на вы. В Гомеле завершается плановая проверка газового оборудования в жилых домах и квартирах. Нарушение техники безопасности при проведении сельхозработ предположительно послужило причиной несчастного случая со смертельным исходом в Мозырьском районе. Трагические события развивались днем в минувшую субботу в деревне Прудок на территории Государственного сельскохозяйственного учреждения Мозырьской сортоиспытательной станции. При проведении работ по очистке шнеков от силосной массы тракторист 1955 года рождения был зажат между шнеками корма раздатчика. Мужчина зацепился одеждой и был зажат между шнеками. Получил травмы, несовместимые с жизнью. Сотрудниками МЧС проводились работы по извлечению погибшего. Мозырьским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Нелегальная продукция из Украины. Сотрудники Гомельской таможни задержали в пункте пропуска новая ГУТА контрафактную партию необработанного янтаря. Груз должен был проследовать транзитом через Беларусь и быть доставлен в Литву. Но оказался на складе временного хранения Гомельской таможни. Подробности в следующем сюжете. Еще при прохождении таможенного контроля товар, находившийся в фуре украинского перевозчика, вызвал подозрения у сотрудников таможни. Мешки с янтарем были найдены в больших биг-бегах, в которых находилась лузга подсолнечника. Проткнув штыками большие сумки, сотрудники таможни обнаружили 42 мешка с янтарем. Необработанным камнем, который по всей видимости направлялся в Евросоюз для дальнейшей реализации. Водитель сказал, что ничего не знал о скрытом грузе. В городе Запорожье загрузили в одном месте 10 палет и во втором месте 12. Как бы принимал по местам, оно что видно, что не биг-беги. А реально, что там внутри. Мы такое привозили. Мы и на Польшу увозим, и на Литву постоянно. Согласно цене на черном рынке, общая стоимость янтаря весом более 800 килограммов составляет 350 тысяч евро. Ранее сотрудники Гомельской таможни такой природный материал никогда не выявляли. Сейчас устанавливается владелец нелегального товара, назначена экспертиза. Незадекларированный янтарь остался в Беларуси, фура с заявленным грузом отправилась дальше в Литву. В отношении перевозчика начат административный процесс. Точку можно будет поставить только после того, когда будет в рамках административного процесса проведена экспертиза данного янтаря. Если эксперт подтвердит, что это действительно янтарь, будет проведена оценка этого товара и, соответственно, будут приняты меры к перевозчику. Сложные погодные условия, которые наблюдались накануне прошлых выходных на территории Гомельской области, создали много проблем автомобилистам. Из-за сильного снегопада на дорогах региона произошло вдвое больше аварий. Некоторые из них закончились трагически. На 83-м километре трассы М-10 на участке от Гомеля до Речицы в результате лобового столкновения двух автомобилей три человека были госпитализированы, включая несовершеннолетнего мальчика. Двое погибли на месте. В 83-й километре трассы М-10 автомобиль Тойота Карина и автофургон ГАЗ находятся в Кювете. Как сообщили в ГАИ, дорожно-транспортное происшествие произошло в результате выезда на встречную полосу движения одного из автомобилей. Обстоятельства выясняются. Однако совершенно очевидно, повлияли на это неблагоприятные погодные условия. Из-за сильного снегопада в три раза уменьшилась видимость. Когда медики прибыли на место происшествия, водителю и 29-летнему пассажиру помощь уже не понадобилась. В больницу доставили водителя фургона, а также пассажиров легкового автомобиля. Трехлетнего мальчика и его мать. Детское автокресло спасло ребенку жизнь. По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317. Также хотелось бы отметить, что водитель легкового автомобиля за два дня этого трагедии отметил свое 27-летие. К слову, последний циклон, который принес в регион обильные снегопады, натворил немало бед. Только за сутки на дорогах Гомельской области по причине неблагоприятных погодных условий произошло 47 ДТП. 14 машин оказались в Кювете. Два человека погибли, пять получили травмы различной степени тяжести. Экипажи ГАИ оказывали помощь автолюбителям по эвакуации автомобилей из снежных заносов. Необходимо при движении по участкам, которые подвержены в первую очередь образованию зимней скользкости, выбирать правильную скорость и дистанцию до впереди движущегося транспортного средства. Такие участки являются мосты, путепроводы, эстакады, перекрёстки, перекрёстки с круговым движением. Они наиболее подвержены образованию зимней скользкости. Из-за мокрого снега, который обеспечил скользкость дорожного покрытия на автодороге северо-западный обход Гомеля, за одну ночь произошло 6 ДТП, в результате которых в Кювете оказались 6 автомобилей. Пострадавших не было, однако сотрудники ГАИ уверены, что неприятностей можно было избежать. В условиях сложной дорожной обстановки инспекторы рекомендуют не садиться за руль. В Добружском райисполкоме в торжественной обстановке благодарственные письма вручили жителю деревни Карма Добружского района, который спас на пожаре 4-х человек, 3-х детей и пенсионерку. Рано утром мужчина стал собираться на рыбалку и услышал от матери, что соседний дом охвачен пламенем. Рыбалка в итоге не состоялась, зато рыбак стал героем. Подробности у наших корреспондентов. Чувство долга, чувство ответственности это и определяет самое главное настоящего мужчину. Высокая оценка действий в чрезвычайной ситуации и признательность за самоотверженность. Через 14 дней после пожара Сергей Переломов был удостоен благодарности от руководства Добружского района и территориального отдела Министерства по чрезвычайным ситуациям. Но героем себя не считает. Говорит, на его месте так поступил бы каждый. Немножко руки порезал, но это уже позаживало. 29 января Сергей спас на пожаре в деревне Корма пенсионерку и трех детей. Мальчика и двух девочек. 14-летняя Надежда, пережившая ту кошмарную ночь, с особой теплотой встречает своего спасителя. О том, что пламенем охвачен соседний дом, около 4 часов утра Сергей услышал от матери. Немедленно поспешил на место происшествия и увидел в окне детей, которые звали на помощь. Очаг возгорания находился на веранде. Дети и их бабушка не могли покинуть помещение через вход. Сергей разбил окно в зале, выломал раму и по очереди вытащил двух девочек и маленького мальчика, чтобы спасти пенсионерку, пришлось через окно проникнуть в помещение. Детей забрала моя мать сразу, там руки были порезаны, казала, первую медицинскую помощь, там перекисью поперементовали, а потом они уже пошли к своим родственникам. Как ты думаешь, так как Сергей поступил, так бы мог поступить какой-то другой человек? Не знаю, может нет, может да. Да? Мать Надежды до сих пор не оправилась от шока, но очень благодарна своему соседу. Ведь именно из-за самоотверженности Сергея дети в семье Рудинок 29 января теперь будут отмечать свой второй день рождения. Конечно, такой поступок, именно смелый поступок граждан, проживающий в этой деревне, он, несмотря на то, что сказал своей матери, что мама вызывает спасателей, и сам сказал, я побежал спасать, потому что знаю, что в доме находятся дети. Именно такие действия характеризуют именно настоящего мужчину, настоящего спасателя. За проявленный высокий профессионализм при спасении людей обычный рабочий Сергей Переломов будет номинирован на звание «Спасатель года» в областном конкурсе МЧС. Однако, как признался сам народный спасатель, для него самая высокая награда – возможность видеть своих соседей живыми и здоровыми. К другим темам. Сотрудники газовой службы завершают плановую сезонную проверку состояния газового оборудования в жилых домах и квартирах областного центра. Сейчас осталось около 10% непроверенных объектов от общего числа газифицированных помещений, подлежащих регулярному контролю. Наши корреспонденты поинтересовались, как ведется проверка и на что нужно обращать внимание, чтобы эксплуатация газовых приборов была безопасной. Здравствуйте. Вы у Гомельгаз. Прибыли к вам для проверки планового технического обслуживания вашего газового оборудования. Проверка газового оборудования – процедура плановая. Всегда согласовывается с абонентом. Ее задача – оценить техническое состояние газовых приборов. Цель – предотвратить негативные последствия. Самое распространенное нарушение – это когда граждане пытаются вмешаться в работу газового оборудования, то есть какие-то внести изменения. Либо самовольно переставляют газовое оборудование, подключают его самостоятельно. Это категорически запрещено. Ну и также нарушение правил пользования. В принципе, газ, он безопасен, если, как говорится, с ним работать на «вы». В доме Любови Солохиной газовый котел поменяли не менее пяти лет назад. Проверку оборудования проходит регулярно, соответственно, требованиям. Вся документация в порядке. Хозяйка в курсе новостей и отношение к газу в ее семье – внимательное. Людям самим нужно смотреть, проверять как-то. Я не знаю, вот с этой вытяжкой это очень страшно было. Поэтому не знаю. Даже если сам не можешь, вызови лишний раз, я думаю, приедут. Там, если надо заплатить, там небольшие деньги. И проверят служба. В частных домах работу вытяжных, вентиляционных и домовых каналов на наличие тяги можно проверить самостоятельно при помощи листка бумаги или пламени спички, если нет утечки газа. Но в многоквартирных контроль и ремонтные работы осуществляют организации, имеющие на это соответствующие лицензии. Это входит в обязанности собственников жилого фонда либо нанимателей помещений жилых. Значит, проверка за дым-вент-каналами, своевременный осмотр. Значит, это может быть либо пройти обучение абонент в специализированной организации и получить соответствующее удостоверение, завести у себя журнал и проверять в соответствии с графиками. Сегодня на обслуживании Гомельгаза находится около 260 тысяч квартир. Из них 24 тысячи помещений оборудованы водонагревателями с выше 54 газовыми котлами. На тему безопасной эксплуатации этих приборов сотрудники службы газа регулярно ведут беседы с населением. Хочу обратить внимание на то, что мы газовые плиты обслуживаем один раз в 10 лет, газовые проточные водонагреватели обслуживаются раз в два года и газовые котлы обслуживаются один раз в год. Это называется сезонно-техническое обслуживание. Любое самовольное вмешательство в переоборудование бытовых газовых систем – риск для жизни и грубое нарушение, которое карается штрафом в размере до 20 базовых величин. И это все на сегодня. В студии работал Руслан Габрилев. Будьте в курсе происшествий Гомельского региона вместе с программой «Де-факто». Берегите себя и близких. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова